35 лет назад в соответствии с положениями Женевских соглашений 1988 года были выведены советские войска из Афганистана. Афганский конфликт так до конца и не осмыслен и не понят. Благодаря книгам, написанным очевидцами, солдатами, военными корреспондентами, мы можем рассмотреть тему с разных точек зрения, а также проследить, как менялось со временем освещение событий. Книга «Живут погибших имена» начинается с самых истоков конфликта, с особенностей истории и экономики Афганистана, ее природно-климатических условий. Общественный деятель Шерепай Утигенов и кандидат исторических наук Александр Барт, в прошлом оба воины-интернационалисты, в начале книги объективно рассказывают о конфликте, принятии решений правительством Советского Союза о вводе военного контингента в Демократическую Республику Афганистан, о ходе конфликта. В книге также содержатся важные документы того времени. В той жестокой кровопролитной войне в самом расцвете сил погибло около 15 тысяч советских солдат и офицеров. Число раненых, контуженных, перенесших пытки и побои составило 53 753 человека. По данным общественного объединения «Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан», число участников войны казахстанцев насчитывает свыше 22 тысяч человек. Среди них был полковник Амангельды Жантасов. Его книга «Второй мусульманский» с 15 из Казахстана содержит воспоминания ветеранов 177-го отдельного отряда специального назначения, уникальные архивные фотографии. Отдельный раздел книги посвящен погибшим в Афганистане солдатам и офицерам отряда. «Мусульманский батальон» под командованием легендарного кара-майора Керембаева Бориса Тукеновича, сформированный в январе 1980 года в городе Копчагай Алматинской области, с октября 1981 года по февраль 1989 года входил в состав ограниченного континента советских войск в Афганистане. 177-й отдельный отряд покрыл себя неувидаемой воинской славой, став одной из известных частей специального назначения. Авангельды Жантасов приводит интереснейшие сведения о боевых действиях в Панжерском ущелье, о подвигах солдат, воинской чести и братстве, и, что немаловажно, о созидательной миссии советских солдат. «Мы были там не для того, чтобы рушить, а чтобы защищать будущее этой страны», — пишет автор. В книге «Памяти воины Рудного Алтая» на земле Афганистана собраны воспоминания родных и близких о судьбах восточно-казахстанских ребят, погибших при выполнении боевого долга. Другое издание «Азал-Ктаб» — результат большого исследования, начатого сотрудниками областной библиотеки имени Пушкина, благодаря которому удалось установить даты гибели воинов-интернационалистов из восточно-казахстанской области. Всего из региона в Афганскую войну отправили 2500 человек. Из них 87 погибли, двое пропали без вести. Их помнят и им посвящают эти книги. Кандагарский дневник — записи молодого лейтенанта, заместителя командира роты по политической части Казакпаева, сержана Абдалдаевича. Он вел дневник, не предполагая, что его когда-нибудь будут читать как книгу. Все, что увидел, с чем соприкоснулся и что испытал на войне лейтенант, записывал каждодневно. И посему все изложенное в этой книге, правда, увиденное на той войне одним из ее очевидцев. Огромный интерес представляет издание, выпущенное непосредственно в период афганского конфликта. Звезды подвига на земле Афганистана и звезды славы боевой книги Дынина Ивана Михайловича, участника событий. Во имя высокой цели, сборник рассказов участников военных действий. Книги военкоров «Командировка на войну» Елены Лосото. «Афганистан. Еще раз про войну» Артема Боровика. «Возвращение из Афганистана» Нинелли Стрелковой. В 1985 году в центре Кабула, в крепости Балахиссар, на средства молодежи Афганистана, был установлен памятник воинам-интернационалистам. Представленные книги – тоже дань памяти. В них запечатлены имена и подвиги.